что друзья доброе утро сегодня мы собрались сашкой поехать на такой мини пикничочек отдохнуть поваляться в гамаках решили проехать недалеко километром 20 наверно от едем от города ближайшие посадки станем отдохнуть покушать насладиться отдыхом ветерочек сегодня конечно знатный не знаю как мы будем распаливать костер как это все будет происходить но я надеюсь что у нас все получится так что усаживайтесь поудобнее берите свой вкусный чайочек и погнали с нами а ну смотри там все сильно печально они я манал сюда ехать сейчас лайфхак как нужно объезжать болота чуть-чуть ссыкотно резина держит нормально ты сейчас ведь к напомнил как он с треком бегал вот это она что нашли мы местечко конечно тут не очень так трава такая сухая высокая примята паутина пауков и сзади вон еще или птицы и зоопарка сбежавший все будем кидать корни сейчас будем готовить начинать кушать пашка мы начинаем строить мангал часто нам обзавидуешься такую красоту построим ты такого в жизни не видел вот в этой щепочнице мы сейчас туда ставим так вот котелочек красиво устаёт я боялся что не станет и будем готовить вот такую вкусняшку ой это лишнее это лишнее о как-то эта штука называется я название не помню короче дело было так зашел я в белмарт и нашел еду для ленивых то есть в коробке продается вот такие вот типа полуфабрикаты сушеные вот эти вот бобы как сашка говорит чечевица там в общем это какой-то суп или салат то есть на ваше усмотрение как вы хотите приготовить гарниром или супом стоит там 41 гривня вот это вот я взял какая-то там бразильская чечевица зеленой мамбы сегодня будем пробовать что оно такое с чем его едят если реально за 40 гривен тут считать его взял половину его но всей порции то есть за 40 гривен если нам хватит сейчас сашкой покушать то это считаете можно два раза покушать за 40 гривен двоим человеком или одному четыре раза до компоненса в этом рис красная чечевица зеленые чечевицы какие-то бобы как ты говорил яйца каракуртов все будем готовить плюс у нас есть маринованная рыбка и сосиски сашка купил так что будет вкусно надеюсь мы это все съедим и доедем домой живые смотрите вот такая вот у нас смесь получилось сверху какие-то чипсон чеки внизу это с очевидцы или как я говорю когда чечевица чечевица вот рис там ну в общем сейчас будем варить а тут у нас подготавливаются угли для рыб которые уже перемариновалась рыбу вообще нежелательно долго мариновать потому что она может отдавать невкусным вкусом лимона просто расскажу в чем я замариновал у меня скумбрия нежная разобрала я ее посыпал специями для рыбы немножко соли немножко перца пару долек лимона просто выдавил сверху на нее и потом пару долек еще отрезал положил на нее сложил это все бутербродиком замотал в пакет и вот она уже наверное часа четыре маринуется вообще надо где-то чтобы на часик промариновалась это вот идеально она как раз будет такой немножко вкуса а вот сейчас я не знаю что получится но надеюсь что будет нормально что мы не потравимся я когда работал заведение поваром я мариновал ее сутки рыбу рыбу тоже скумбрия соевый соус специи лимон с лимоном сутки она не хочу глаза только жабры нужно почистить но там полностью разобрана не на сразу разобрал а все по отрезал атака на филешка ну как мы же все убрали вот я заливал прям так хорошо соусом этим и на сутки оставлял не знаю может из-за соуса но так типа не горчило но мы как-то один раз не передержали рыбу маринаде и реально от лимона чувствовалось привкус сильные цедры ждем пока приготовиться наша кашка покушаем кашку потом будем готовить рыбу так ну что наш супчик уже должен был приготовиться полчаса моему дали он сотри уже что-то похоже да попробовать зачем так же не вкусно на трубы ты горячая же он пробует рис один взял чечевицу на саму водичку проб ну шо нормально готов сырой нет говори что там соль перчик не еще вообще никакой нормально помидор можем накидать ну все значит не мы хотя там написано что типа соль специи не надо что типа этого хватает что там в комплекте идет видели какая маленькая тарелочка у сашки какая тарелочка у меня приятного мне аппетита пришло время рыбы вот она красавица заморская сейчас он чуть-чуть настоит вот такой вот у меня получилось я накидал хлебушка в водичку потому что супчика не хотелось шняга прикольно ну такое так чисто раз покушать но я не знаю как у тебя ты же без водички брал а у меня сильно чувствуется вкус вкусного масла тебя не чувствовалось вот прям сильно чувствуется или это вкус чечевицы я просто его не знаю я вкусно покушал что там покушал две ложки вот у меня нормально есть шуховать ладно сейчас бы может рыбу сейчас жар немножко репакинг или он пакинг как нам снимаем обзор на тюльку в общем приехала к нам из китая ой 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 что-то она потекла или это так положено не на так положено вкусно бы ты что так замолчал сразу я уж перепугался о селёдочка стри как она развалилась пахнет вкусно рыбка с лимончиком ну что друзья попробовали мы вот эту вот кашку чтоб вы поняли о чем я говорю это называется бобова сумишь с рисом от фирмы сто пудов в набор входит чечевица красная чечевица зеленая горох зеленый рис горох так и есть значит может мне так и кажется что то горох был а чечевица я не почувствовал рис овощи сушеные специи соль в общем ну такая прикольная шняга на 45 порций должно хватить мы половину съели сашкой ну саш говорит родина елся но как по мне он очень мало себе насыпал а у меня именно полный котел почти я наелся реально вот эти бабы они настолько сытные неплохое на вкус можно есть я не скажу что прям вкусно но есть можно уже рыбу топчешь вот но есть одно но хоть там и есть комплекте специи хоть и пишется что она вроде бы как бы острая должна быть но она какая-то безвкусно возможно из-за того что мы ее приготовили супом и ну как бы размешалась с водой не такая аппетитная получил но я вам советую если вы будете такую штуку брать обязательно берите с собой хотя бы соль а лучше милин наша рыбка уже подходит сашка уже половину съел говорит что половина упала под решетку под решеткой ничего не вижу крупный углей сам пальчики облизывают вот наша рыбка подходит она немножко раз раз ползалась наверное сильно перемариновалась или потому что не на ее полностью обескостила сейчас будем делать бутерброды с кумбрией на костре что может быть вкуснее а сыр с рыбой катит не жаль прикинь так положить скумбрию эту сверху сырочек и сверху еще хлебушек классный бутерброды получился хлебушек щипцы и скумбрия это на второй кусок пойдет добро давай сверху хлебушек опа теперь можно еще один хлебушек сверху и вложить еще кусочек и еще хлебушек сверху еще и еще хлебушек сверху как в мультике дома джерри набирал бутерброд себе там в девять этажей извращенец ты мой хлебушек за мне мне не надо это селедка это забираешь так ну что наши сэндвичи готовы там еще сэндвичи немножко прогреваются сейчас будем пробовать да приятно вам смотреть а нам кушать булка с булкой на я сразу мясо как-то мясо рыба это мясо пишут же филе рыбы филе это шоу это мясо хорошо часть тела тело это что тело это мясо ну вот ты еще скажи что арбуз это фрукт были на ну такой немножко кислит но в принципе прикольно мне тут этой горечи как раньше было когда перестает в маринаде ну такое сашка мне еще лимон положил щас как у кушу лимон точно скреблюсь лимон туда подобное лимон уходи тебе тут не рады так друзья щас тестим без камерку я только не знаю передние или задние пробивать заднем и будь здоров и так все печально да будь здоров смотри идешь спасибо акация пока что мне такую не будешь сувать как это я же себе такую слову блядь ладно хорошо иди то ну как то акация же говорит пробивает все может надо правильно акации пошли тебе пробовать передние задние два передняя нагрузка ты сказал уже давай не пробьешь пробьешь уже по моему нормально за как она зашла прям сутры начать ваш клиент пошли мою это уже и волкой а я даже не почувствовал чтобы она зашла седьмая степень седьмая степень у меня поломалась прикинь сейчас грызком вот пробил вроде пожарники лига мы потушим честно хорошо ушла нам же давай еще хватиной предостаём где герметик будет у нее суши до клееватки у меня такого нету позна до Ты сказал, у тебя седьмая степень защиты, тебя ничто не возьмет. Четвертая или пятая? Что ты ходишь, блядь? Я даже без напряга, оно прокололось. Какая там седьмая степень? Ты неправильно правил. Я даже не напряг, когда ее я просто придавил, оно пошло. Как по маслу. Ты будешь подкачивать, доедешь. Не, ну подожди. А пробилось бы мое колесо, что ты бы мне качал, клеил. Мортируй. Тебе заняться бы нечего? Ну, бля, надо было проверить седьмую степень. Проверил? Ну, пошло как по маслу, отвечаю. Так, мне, по-моему, домой пора, там все включили. Лопатки все х**ли, подсидельные. Сейчас буду показывать, как клеить камеру. Я, кстати, давно хотел снять видеоурок, как клеить камеры, потому что смотрю, как многие люди клеят камеры. И у меня просто, я хватаюсь за голову. Сейчас будет лайфхак, точнее не лайфхак, а что это будет? Мастер-класс. Потом, как надо клеить камеры вообще. Так, ну что, первым делом вам надо снять колесо. Откручиваете эксцентрик. И снимаете колесо. Хоп, колесо у вас в руках. Присели на гамак и спускаем. Пыльная... А что колесо не помыто? Я грязные велики не обслуживаю. Нечего грязные велики проливать. Снимаем с замков, потому что тут, типа, обода ту-блис-реди, там, все такое, под бескамерку. Чтобы хорошо покрышка снялась, надо ее снять с замков. Так, подавливаете, и все. Берем лопаточки и поддеваем. Оп, зацепляем. Вот тут на всех лопаточках есть крючочек, который не предназначен для гравийников. Он должен вот так вот зацепиться хорошо за этот, за спицу, но тут такого не будет, я так понимаю. Вторую лопаточку чуть-чуть дальше. И тоже поддеваем. И тут дальше опять поддеваем. Все, когда уже пару раз подделю, вот так вот вставляете лопаточку и по кругу, ай, и по кругу проходите. О, ты видел? Это не я. Я такое бревно тебе не загонял. Так что это не я пробил, наклейся сам. Все, засовываете вот так вот лопаточку и проходите по кругу. Достаем камеру. Колесо бросаем. Берем насос. Мы колесо не бросаем. У тебя есть насос? Качаем немного давления, посмотреть, где у нас дырка в камере. Где Толя ее сделал? Не я ее сделал, это ты там где-то зацепился, а я уже подпробил. Блин, отпустила так быстро реально. Нормально, наверное, влезла акация. Лучше всего, если вы не можете найти дырку, отверстие, проводить вот так вот по щеке. И вы почувствуете, когда вам подует ветерочек легонький, прохладный, в щеку. Вот, нашли мы дырку. Я уже ее потерял. Ага, вот она. Находим дырку, ставим на нее пальчик, чтобы ее не потерять. Спускаем камеру. Берем наждачку, вложим вот так вот на коленочку аккуратненько. И зачищаем вокруг отверстие наждачечкой, чтобы лучше латка села красиво. Самое главное, что я замечаю косяк у всех, кто клеит камеры. Никто не снимает сверху вот эту клееночку. Многие говорят, что эта клеенка для того, чтобы когда ты приклеишь латку к камере, чтобы ты за эту клеенку тянешь и отдираешь. Если отдирается вместе с латкой, то типа она плохо приклеена. Так вы вообще капец не правы. Эта клеенка для того, чтобы держать в куче весь этот набор латок. Так как на производстве на одной фольге оно держаться не будет. И эту пленку надо снимать. Потому что если вы ее не снимете, то по сути вы клеите не резиновой латкой, а вы клеите пластиковым куском. Потому что пластик не тянется. Снимаем эту клееночку аккуратненько. Берем клей. Вот, кстати, у Сашки классно сделано. Клей внутри вот такого тюбика. Чтобы если, не дай бог, клей поломается или разобьется где-то, ну, помнется упаковкой, он потечет, то он потек не в барышку эту и не затрал там все, а потек в тубус. Он потек в тубус. Я вижу. Достаем клей, который у Сашки уже немножко потек. Откручиваем тюбик. Там где-то дырка сбоку есть. Чего Сашка, я так понял, никогда не делает, он сбоку дырку клеит. И мажем аккуратненько вокруг отверстия по кругу. Причем надо мазать чуть-чуть больше, чем сама латка. Самое главное сейчас, это хорошо придавить латку, чтобы все края латки, вот эти вот оранжевые, чтобы оно проклеилось. Потому что вот как раз вот эта оранжевая на латке, это самый тонкий слой зины тут. Как раз вот эта оранжевая полосочка, это самая тонкая часть латки. И она сделана так, чтобы она хорошо приклеивалась, ну, так как она тонкая. И был как бы плавный переход с камеры на латку. Чтоб латка не зацеплялась и не задиралась. В покрышке там, когда будет проворачиваться или что-то еще. Главное вот так вот хорошенько сейчас продавить ее, ну, и дать подсохнуть. Все края поджать, чтобы все было хорошо прилеплено. Но так как у Сашки маленькая эта, видите, она заворачивается и не дает нормально себя приклеить латка. Поэтому, если у вас гравийник или шоссейник, ой-ой-ой, советую покупать латки более маленькие. Ну и все, в общем, приклеиваете и ждете, пока подсохнет. Теперь главное не делать одну и ту же ошибку, которую делают многие люди. Многие сразу накачивают камеру, вот так вот, когда держат ее в руках, сразу ее качают, проверяют латку давлением, нормально ли она заклеилась. Это неправильно. Чтобы было это все нормально, надо спущенную камеру спокойно вставляете в покрышку и в покрышке уже накачиваете. В то же время, когда она накачивается, ее саму латку придавит к покрышке, тем самым не даст ее сорвать. Что будет более-менее правильно, как мне кажется. Чем мы сейчас и займемся. Будем вставлять эту худенькую камеру вот в эти худенькие колесики. Не забываем, да, что вы там проверили внутри, чтобы не было ничего там страшного, колючего. Находим отверстие, там где стояла наша камера. Когда вставляете камеру, вставляйте ее аккуратно, не спеша, вам некуда спешить, чтобы не дай бог ее нигде не закусило. Все, устанавливаем колесо на велосипед и накручиваем непотерянный колпачок. Так, друзья, ну что, пока мы там ремонтировали колеса, уже подошли наши вкусные сосисочки. Сейчас будем их снимать. А кетчуп ты брал, Санька? Нет. Горчичка есть. Ну, горчичка тоже хорошая. Берем тарелочки, берем... Сашка взял щипцы и снимаем колбаски на тарелочку. Все, хра-хра-хра-хра. Я не люблю сильно острое. Она не острая. Тем более. И вот такую вот вкусняшку мы сейчас будем кушать. Помидоры только-только собрали с поля. Корейцы вырастили, а мы собрали. Все, друзья, мы собираемся, доели, допили, собираем шмонатик, мусор. Кстати, вот вам маленький лайфхак. Вот у нас была такая ситуация, что у нас просто не было пакета мусорного. Но у нас была бутылка. Мы надрезали вот так вот сверху бутылку, накидали туда весь мусор. И теперь получается бутылка вот тут полностью чистая. Ее можно положить хоть в задний карман. Тогда же хоть в руках везти. Что хотите с ней делать. И можно просто бутылочку потом где-то выкинуть в мусорку. И все. И не париться с пакетом. С тем, что с пакетом может что-то протечь тебе в сумку, еще что-то. Вот такой вот мини-лайфхак. Все, собираемся. Блин, наелся я сегодня, капец. Вот тот супчик вообще не в тему был, реально. Надо было его даже и не есть, наверное. Не, нормально. Не, мне он именно вот... Я им уже наелся, когда я его поел. А потом еще вот эти вот вкусняшки и уже как-то перебор. Даже для меня. Тебе нормально? А ты там что, тревожки себе насыпал и все? А я-то нормально втоптал? Так ты супчик сербал, а я кашу. Какой супчик? Я туда хлеба накрышил, как старые деды. Хау. Ладно, все, собираемся, доедем. Вот как надо переходить дорогу. Не переезжать, а переходить. Потому что кто? Потому что кто? Не было в углу. Тут наши пути расходятся. Спасибо за вкусные колбаски, за жаруку. Еще бы доехать домой. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, вам понравился наш мини-пикничок. Понравились такие маленькие лайфхаки. Ну и вообще общение. Хоть и одностороннее, но общение. Еще раз спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк этому видео. И делитесь этим видео с друзьями. Ведь это самая лучшая благодарность за мои труды. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...